Крупный пожар произошел в Магнитогорске минувшей ночью. Загорелась крыша одного из домов по улице Пионерской на левом берегу. Из жилого здания эвакуировали более 40 человек, что стало причиной пожара и где будут размещаться жильцы поврежденных квартир. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. Пожар произошел ночью, пока жильцы спали. В доме номер 27 по улице Пионерской в одном из самых первых жилых зданий в городе загорелась крыша. Об инциденте в пожарную охрану сообщили очевидцы. Звонок поступил в половину третьего ночи. О пожаре работало 7 звеньев газоносчетной службы, 7 водяных стволов. Площадь пожара кровли составила 540 квадратных метров. Пожар был локализован в 3 часа 31 минуту. Ликвидация открытого горения была передана в 7 часов 03 минуты. Работу пожарным осложнили сильный ветер и старые деревянные конструкции. В результате огонь распространился практически по всей крыше дома. Жильцов пришлось эвакуировать. По данным МЧС, в здании находилось более 40 человек. Из них 8 детей. Нас пустили в 8-м часу. Это мы все, как сказать, все это на улице же были. Ладно, люди добрые машину там открыли, хотя вот этих маленьких положили. Виктория Каштанова во время ЧП была на работе. Женщина испугалась за детей, ведь они находились дома во время пожара. Мне позвонили соседи, сказали, что не могут достучаться до детей. У меня паника с работы. Я уехала, в чем была в спецодежде. Приехала, слава богу, успели детей эвакуировать и всех. Ну, в квартиру я заходила, она непригодна для жилья. В зале куча груда камней лежит с потолка. Потолки все провисшие, лопнули. Люстры валяются. По щиколотку воды. Жильцов разместили в ближайшей школе. Здесь организовали пункт временного пребывания и развернули штаб. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Получить консультацию жильцы могут, позвонив по указанным на экране телефоном. Нами было организовано горячее питание, то есть и завтрак, и обед для жителей этого дома. Также мы сегодня определили пункт временного размещения. Вот было у нас 73 заявки на сейчас. 57 человек, и мы туда доставили. Грязного 51. Вот, всех разместили. В настоящее время в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты устанавливают причину произошедшего и проводят экспертизу, чтобы определить судьбу дома. А пока жильцы, пострадавшие четырехэтажки, располагаются в общежитии. Завтра, 8 октября, с 10 до 12 часов у них будет возможность вернуться в квартиры. Но только, чтобы забрать необходимые вещи.